Привет, добитатели интернета и мобильных сетей, это droider.ru. Продолжаем, так сказать, развлекаться на стенде компании Sony на выставке IFA 2013. И на этом небольшом столике расположен новый продукт, который привлек мое внимание, называется Sony VIO TAP11. Это планшет-компьютер, который работает на платформе Windows 8, естественно. И что в нем интересно? Во-первых, круто то, что очень тонкий и очень аккуратный дизайн. Смотрите, он очень похож на планшет Xperia Tablet Z, который работает на андроиде. Он почти такой же тонкий, при этом здесь еще куча всяких ништяков скрыта в корпусе. Например, есть такая выдвижная ножка, которая позволяет вам поставить на стол эту штуковину. Очень удобно. Есть куча таких вот крышечек, которые дают нам доступ, например, к слоту microSD-карточки. Вот здесь даже будет слот для сим-карты. Тут есть NFC. Тут, с другой стороны, есть крышечка, за которой спрятан USB, HDMI. Вот этот разъемчик для зарядки. С другой стороны мы видим кнопку включения, кстати, выполненную в стиле продуктов Sony этого года. Есть кнопочка громкости сверху, еще, кстати, есть инфракрасный порт для того, чтобы управлять телеком. Тут две камеры. Сзади основная и фронтальная камера для видеочатов. Вау! И, по-по-по-моему, что-то еще я забыл. Снизу, 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 ничего нету. А вот, так, сейчас, так, сейчас, так, сейчас, вот, вот здесь вот есть три контактика, которые позволяют соединять эту штуковину с клавиатурой-крышкой, которая тоже будет идти в комплекте. Это все дело соединяется на магнитах, работает вот так, получается такой компьютерик. В чем идея? Идея в том, что, как бы, вы можете прийти, допустим, в офис, разложить эту штуковину, поставить, и у вас будет, в общем-то, полноценный компьютер на Windows. Вот, эта штука работает по Bluetooth, беспроводная связь, это прекрасно. Здесь есть переключатель, он, офф, и еще третий режим без тачпада, то есть, если вы не хотите пользоваться тачпадом на этой клавиатуре, вы просто включаете этот режим и пользуетесь только сенсорным экраном на вашем мониторчике. Еще один клевый кейс использования, соответственно, когда вы едете в машине домой или в метро, вы можете пользоваться этой штукой как планшетом, порезаться в игре, запустить соцсети, в общем, все привычные вещи, которые вы делаете с планшетами на Android или iOS. То есть, на самом деле, ну, по-моему, это первый продукт, который действительно попадает в ту точку G, которую задумывала Microsoft, когда создавала Windows 8, потому что, действительно, это и планшет, это реально планшет, смотрите, он тонкий, я забыл сказать о разрешении экрана, 11 дюймов, как следует название, Full HD, и вы приходите на работу, и у вас получается компьютер. Окей, вы можете подключить сюда беспроводную мышку и работать, вы можете хоть ролики монтировать на этом экране, никаких проблем. Еще по характеристикам, быстренько пройдусь, здесь будет вся линейка процессоров Intel, i3, i5, i7, внутри будет 2 или 4 гигабайта оперативной памяти, хранилище, естественно, тоже будут варианты разного размера. И, что касается цены и даты запуска, нам сказали, что в продаже этот девайс появится в ноябре этого года, ну, а цена будет начинаться где-то от 800 долларов. То есть, трижды 8, 24, по российским деньгам от 25 тысяч рублей, но, естественно, в России все это будет дороже, как всегда. Вот такие дела. Мне кажется, очень интересный продукт, называется Sony VIO TEP 11, это Борис Уденский, Валерий Истишев, Андрей Столяров с выставки IFA 2013. Подписывайтесь на наш канал, будут следующие видео. Пока. Пока.